Кипо! 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 Мне 20 чертовми 3 года! Я делаю обзоры на мультики! Добро пожаловать! Второй сезон Кипо, я... Я не знаю, я просто не знаю, что сказать. Он просто... Офигенный! Все, можно на этом заканчивать видео. Ну ладно, ладно, что в нем офигенного. Если вы не смотрели первый сезон, я вообще, я с вами разговариваю даже... Я очень надеялся, что второй сезон будет удерживать планку первого, но он оказался даже лучше. Все круто. Главные герои развиваются, раскрываются. Ну, кроме, может, Бенджамина. История, предыстория, все встает на свои места. Сюжетные повороты, я прям, не знаю... Вот давайте я даже расскажу, что там было классного. Давайте даже зажжем спичку. Спичку серьезно, я назвал это спичкой? Ради нашей богини Кипо. Предыстория Скарлемейна. Есть. Предыстория родителей Кипо. Есть. Классные конфликты, которые классно решаются. Есть. Предыстория Кипо связана со Скарлемейном и со всеми мутантами. Есть. Персонажи из первого сезона все возвращаются во втором сезоне. Со смыслом. Да, есть. Интрига касательно этих чуваков. Есть. Раскрытие этой интриги тоже есть. Кипо идет по средам отца. И медленно, но верно раскрывается правда. Есть. Ключ к этому ответу знает только Кипо. Благодаря учениям отца. Есть. Фури, внедренные в сюжет. Есть. Классные песни. Есть. Что там еще было? Крутой момент касательно искреннего признания Лио, да бы так, чтобы Скарлемейн сам в этом убедился. Есть. Нереально крутой сюжет на поворот насчет сами знаете чего. Я прям, не знаю, прям. Я просто встал на ноги, на голову, на столе. О, блин, мне кажется, что-то становится. Развитие вловка персонажа есть. При этом во всей истории Кипо остается чудесной. Есть. И офигенный, глобальный, крутой смысл во всей этой истории тоже есть. Не знаю. Я просто не знаю, к чему придраться. К тому, что персонажам иногда везет. Или к той сцене, где Манду победил ту женщину. И серьезно к этому придираться. Знаете, есть такая планка. Вот уровня офигенности какого-нибудь произведения. И когда он, скажем, крут на 50-60%, типа, ну да, вот 40% минусы, так-так пойдет. 70% да, очень классно. И там есть еще немного минусов, там 30%. Но вот лично для меня, когда планка доходит до 80-90 или выше процентов, то оставшиеся 10% минусов, они перестают иметь значение. Вот 90% крутостей, остальные 10% они затмеваются, потому что это уже, скажем так, побочный эффект некоторых, ну, условностей, скажем. И вот с Кипо та же ситуация. Вот эти 10%, где как-то что-то меня смущало, ну не знаю, вот что. Например, ну тот момент, когда Кипо взяла и просто стояла, когда Скорпион забрал Вулф. Она как бы даже и не пыталась, что ли, ее отогнать. Да, там потом все разрешилось, но как-то смотрелось странно. Но все равно это не считается минусом. Расплавленное золото очень быстро остывало. И что? Может быть, в предыстории с Карломейна вас что-то смутит. Там был момент, где он как-то слишком притянуто за уши обиделся, что ли, так сказать. Но с другой стороны, это тоже можно как-то оправдать. Типа он же все-таки не взрослый человек и не человек вовсе. Отношения Бенсона тоже были как-то не совсем раскрыты. В них нет ничего интересного. То есть просто они понравились друг другу и все. Там был интересный момент насчет его папы. Он говорит, я знаю кого-то, кто реально тебе подойдет. Такой, а, да, да, кто же это? Вон та девочка. Она постоянно о тебе хорошо отзывается, постоянно о тебе говорит и кусает. А. А так, сами отношения, они как-то, они не дополняют ни сюжет, ни историю. Они просто есть. Возможно, это, да, действительно было сделано только ради поддержки этого LGBTQRSTUVXYZ комьюнити. Ну, может быть. Это все равно тоже не считается за минус. И все. Все. Все очень классно. Я не знаю, если вы все еще не смотрели Кипо, причем не важно, какого возраста, пола, потолка, не важно. Кипо, мне кажется, понравится всем. Вот прям смело говорю, чекайте вот через пару лет. Вот сейчас вы смотрите это видео в 2023-м, дай бог, конец света не произошел. И Кипо уже в списке обязательных просмотров моих фильмов. Таких, как Наряду с Легендой о Банге, там, Gravity Falls. Вот смело могу предсказывать это. И еще одно очень классное свойство Кипо, я вот сразу даже не заметил, мне в комментах написали, там нет филеров. Хотя, да, 10 серий на сезон, откуда взять со филером. Поэтому каждая серия очень насыщена, все 20 минут ты смотришь, не отрывая глаз. Так что, го, бегом смотреть, если вы, я не знаю. Почему нет удобных русских субтитров на Netflix? Алло, Reddit. О, блин. Please make Russian subtitles on Netflix for Kipo and Age of Wonderbeasts. Все, вот такое вот короткое видео, мне больше нечего добавить. Так что, счастья там, удачи, и я пойду куплю какой-нибудь там мерч с Кипо. Что? Фурии, внедренные в сюжет, есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова